Здрасте! Всем друзья, привет, уленьки! Мы продолжаем играть на Отрадной Долине. И у нас, друзья, уже работают производства, поэтому, в общем-то, есть чем заниматься. Но давайте сперва о полях. Значит, 45-е поле. Созрела у нас канола. Созрела давно, но только что закончился дождь. На соседнем поле у нас тоже созрела уже канола. И маг может уже наконец-таки созрела. Растет. Маг еще не созрел. Видимо, тоже долго растет. Как и всякие кофе, конопля и вот это вот все прочее. Но, может быть, к концу дня созреет. Также, друзья, есть еще одно поле с канолой. Я, короче, решил все поля засеять канолой, потому что мы собирали бобы с маленького поля. И что-то как-то там не впечатлило меня урожай этот весь. Опс, а вот и созрела, кстати. Ха, может и маг созрел? Нет? Пожалуйста, нет. Ладно. Ну, в общем, канола созрела. Засеиваем канолу. Далее, друзья, по производствам смотрим, что у нас есть. Во-первых, я привез сюда 2 миллиона угля, 4 прицепа только. Еще один прицеп должен быть загружен. Или почти загружен. Сейчас мы проверим это все дело. Пшеницы мы собрали 356 кубов с нашего вот этого длинного поля. Бобов 63 куба. Сорга мы, в принципе, смотрели это все в прошлой серии. Есть у нас уже много травы. 4 миллиона 700. И соломы 1 миллион 200 собрали. Удобрений, кстати, тоже много уже. 1 миллион 800 у нас есть. Семян 400 кубов пока что хватает. Мои производства это не трогаем. Производство удобрений работает. Тут ресурсы есть. Пока что тоже не трогаем. Далее, друзья, производство дизеля. С дизелем у нас есть некоторые сложности на самом деле. У нас тут есть 34 куба этого самого дизеля. В прошлой серии мы отвезли 30 кубов на камни-дробилку. И эти 30 кубов там закончились за сутки. И тут получается у нас эти самые 30 кубов за сутки только и выработались. Работают у нас тут 2 линии. Силос и сорга. Есть еще 2 линии. Кукуруза и сахарный тростник. И, друзья, в общем-то, нам надо их запускать, потому что есть у нас потребность в дизеле. Далее, друзья, производство, которое на лесопилке стоят. Собственно, сама лесопилка. Тут уже есть много досок. 35 кубов на каждой линии. Это хорошо. И 58 кубов смолы есть. Это тоже хорошо. Это, в общем-то, смолы здесь получается 1 линия общая. А досок 3, насколько я понимаю. А планки. Я сюда закинул еще досок. Уже есть 16 кубов планок. Планки производятся долго. Поэтому это производство за ним надо будет следить, чтобы оно не простаивало прям никогда. Ну и камни-дробилка, друзья. Тут у нас осталось еще 1 куб дизеля. Потому что у нас заполнился камень. И, в общем-то, производство камня остановлено. Поэтому дизель потребляет не так много. Но этот камень надо будет сейчас закинуть на переработку. Есть 147 кубов извести. Это, кстати, хорошо. Сможем поля посыпать известью. Правда, не знаю, хватит ли 147 кубов на все наши поля. Также есть карбонат кальция и известняк по 102 куба. И гипс тоже произвелось. Это, в общем-то, все довольно-таки хорошо. Давайте вообще посмотрим, что у нас к чему. Какие емкости у нас здесь. 500 кубов вмещает в себя все вот эти вот бункера, если можно так выразить. Мы их тогда трогать пока что не будем. Единственное, мы заберем отсюда известь и отвезем ее на базу. Ну и последнее, друзья, уголь. Вроде как он, ман забился полностью. Поэтому мы его отправляем на выгрузку. И потом поставим дальше заполняться углем. Следующий прицеп уже пойдет у нас на продажу. Также, друзья, давайте отправим Джесси Бишку за известью. Она, получается, едет у нас на лесопилку и забирает камни загрузка. У нас там была точка. И отвозит это все на базу элеватор карьер выгрузка. Забираешь ты, друг, оттуда известь. И едешь ты туда три раза. Давай, друг, погнал. Также туда надо отвезти топливо с помощью вот этой вот штуки. Надеюсь, работает пополнение. Но если не работает, то плохо, конечно. Тебе одна поездка, 30 кубов. Давай, едь, вези. Также, друзья, наверное, имеет смысл покосить вот эту вот травку. Поэтому этого товарища давайте тоже отправим в работу. Хотя с травой, на самом деле, можно уже потихоньку и заканчивать. Лужайка и коси ее. Давай, тоже погнал. Ну и, друзья, уборка полей, конечно же. Самое главное. А полбака топлива осталось. Наверное, давайте заправим его на всякий случай. Имеет смысл это сделать. Далеко, в общем-то, за этим ехать тоже не надо. Есть у нас тут заправка. Прям на базе. Точнее, прицеп с топливом. Заправляемся. Замечательно. И все у нас, в общем-то, хорошо. Погнали ставить его в работу. Начнем мы, друзья, вот с этого поля. С 37-го. Не знаю почему. Хочется начать именно с него. Поставим ему поле номер 36. Генерируем ему маршрут. Можно даже без поворотной полосы. Это я для соломы делал поворотную полосу, чтобы солома нигде не повыкидывал за пределами поля. Нельзя убирать урожай, если идет дождь или град. А, гениально. Ну, значит, жди. В ближайшее время это закончится. Дождь просто только закончился, но игра об этом, по-моему, еще не знает. Или урожай еще просто не высох. И, друзья, в помощь к этому комбайну мы, конечно же, отправляем мана. Но для мана предварительно надо еще кое-что сделать. А именно прописать ему еще одну точку автодрайва. Потому что если вот это поле... Давайте я вам карту открою, покажу нагляднее. А вот на это поле есть у нас, скажем так, точка, например, поле 36. Он прекрасно справляется. И это, в общем-то, хороший маршрут на базу. 45-ое поле тоже хорошо. А вот 38-ое, 39-ое и 40-ое, 44-ое точки находятся здесь. Поэтому я предлагаю сделать точку поле 38-39 вот в этом вот месте. И, соответственно, по центру поле 40-44. И поехали, в общем-то, сделаем. О, дождь закончился. Тоже хорошо. Продолжение следует... Ну, как-то вот так вот получилось. Вполне себе нормально, меня устраивает. Все, друг, давай едь на поле номер 36. Я надеюсь, ты дорогу найдешь туда. Хотя можно было его просто на поле вот здесь вот загнать. Вот так вот. И оставить здесь. И он сразу будет знать, что он на поле. Погнали проверять, что у нас тут с остальными ребятами, которых мы запустили. Вот этот товарищ у нас соляру сам не заправляет. Не очень это хорошо. Причем самое главное, возможно, жидкость ему просто не нравится. Наполняем, значит, вручную. Наполнится, уедет. Трактор наш за известью приехал. Молодец. Известь заполняется. Главное, чтобы он еще смог здесь развернуться такой большой. И уже поворотник включил, уже моргает. Уже знает, что направо поедет. Да, разворачивается он здесь с трудом. Это он зацепился прицепом за бункер за этот. Но сейчас он отцепится. И может быть поедет нормально. А, он еще и с учетом того, что у него задняя поворотная ось. Блин, не знаю, выйдет он здесь или нет. Джесси бишка явно у нас не для этих целей. В идеале надо было мана сюда отправлять, которая у нас на полях работает. Ну, давай, друг, у тебя получится. Ты попадешь. Мне кажется, он не попадет здесь в поворот. Не впишется. Это будет грустно. Он реально не вписывается. Ладно. Делаем тогда по-другому. Или он проедет. Не, не хочу я таких извращений. Поворачивающие задние колеса. Плюс автоматически ставится, что не поворачивают. И вроде как, если автодрайв запустить, он все равно будет ездить так. Делаем, в общем-то, все по-другому. Ты у нас везешь эту известь на карьер-элеватор-выгрузка. И там выгружаешь. Я надеюсь, ты туда доедешь. Хотя он здесь может через горки поехать по не самому оптимальному маршруту. И берем, друзья, нашу вот эту вот возилку. Ей, конечно, не один раз придется съездить. Но что поделать. Загружаешься ко мне загрузка. Загружаешь, точнее, выгружаешься. На базе элеватор-карьер-выгрузка. И возишь ты известь. Только я не посмотрел, сколько там извести осталось. И сколько раз его надо съездить. Но это можно дело посмотреть через меню. 103,5 куба. Это получается примерно 7,5 поездок. То есть ставим 8. Ну и погнал, друг, давай катайся. Тем временем у нас, кстати, ман приехал на загрузку угля. Вот, кстати, 2,5 миллиона литров. Это вот столько вот примерно отсюда досталось. Периодически надо будет и ленту поправлять. Так, загрузка пошла. Загрузка идет крайне долго. Включаем обратно эту самую ленту. И, в общем-то, пускай загружается. Будем потихоньку следить, как у него обстоят дела. Кстати говоря, еще что я нашел, вспомнил. Я, друзья, выпилил все пеньки с лесопилки. Поэтому вот эту вот пенькорезку вместе с трактором мы продаем. Не сильно много денег, конечно, мы за это получаем. Заплатили намного больше. Но что поделать. Ну что, друзья, давайте тогда сложим камни. О, кстати, приехала сюда, да. Приехала наша соляра. А мы, друзья, давайте сбросим камешки, которые у нас уже выработались. На нашу камнедробилку, чтобы они дробились. Хотя там еще 140 кубов осталось, но лучше пускай будет полностью все. Продолжение следует... Ну и вот, друзья, камни в работе. Будут они продолжать дробиться и, соответственно, производить нам все вот эти вот полезные вещества. 30 кубов дизеля мы привезли сюда. О, кстати, на подъезде уже вот этот вот товарищ. Сейчас заодно посмотрим, будет он здесь нормально загружаться и разворачиваться или нет. JCB-шка, кстати, приехала, выгрузилась, у нее все хорошо. Крышку открыл, триггер увидел, уже хорошо. Но мы здесь на маленьком тракторе вроде разворачивались. Этот должен здесь справляться на ура просто. Загрузка пошла, тоже прекрасно. Главное, чтобы ты нормально здесь развернулся и отсюда уехал. И вроде бы у тебя это даже как-то получается, да? Получается. Замечательно. Хорошо, это у нас сработало. Далее, друзья, давайте мы закинем немного досок еще на производство планок. Тут как бы, конечно, досок хватает. Производство идет не очень быстро. Но мало ли я потом когда-нибудь не услежу, и оно остановится, будет обидно. Выгружаем три поддона с линии 1. Выгружаем три поддона с линии 2. И выгружаем три поддона с линии 3. И несем их на триггер. Я чувствую, заколебемся мы потом эти поддоны таскать. Возможно, когда появится у нас прицеп с автопогрузкой, будем их водить. Возможно, это будет проще. Ну и что ж, вроде как все основные дела мы поделали. Давайте, друзья, еще тогда поставим еще одну фабрику. А именно, друзья, производство поддонов. Оно тоже маленькое. Я так понимаю, загрузка у нас будет вот на этом триггере. Мы его поближе, чтобы не сильно далеко носить. Эти самые доски. Поддоны у нас будут делаться из досок. Поставим вот так вот. Ну и все здесь хорошо. Что у нас тут на производстве? Какие линии? Одна линия по доске производится в поддоны. Единственная емкость склада очень маленькая. 20 кубов. Да и доски тоже не сильно много влазит. Вопрос, как быстро они производятся. Давайте, в общем-то, запустим. У нас еще тем более досок хватает. Делаем ту же самую манипуляцию. С каждой линией по три поддончика мы забираем. И доски еще остаются. Это тоже хорошо. И переносим это все дело вот сюда. Одно посмотрим скорость работы. 2000 литров в час. Быстро. Ну, тем лучше для нас. И отлично. 22 с половиной куба мы привезли. Везде идет какой-то вот этот литр теряется. Какая-то десятая. На самом деле это очень плохо. Потому что, как бы это вам показать на каком-то живом примере. Короче говоря, когда произведется. И останется вот эти вот 22 499. Мы один поддон не сможем выгрузить. Он будет типа неполный. Хотя здесь написано 22 500. Но, в общем-то, с такой проблемой мы можем столкнуться. Погнали посмотрим, что у нас там с углем. Да, карабкаемся по горам. Ну, а что еще делать? Как еще тут добраться? А, 160 кубов пока всего загружено. Маловато. Ну, ладно. Ждем. Просто ждем. Кстати, уже довольно-таки большая часть поля убрана. И там всего 60 кубов. Канола, видимо, тоже будет не очень много. Надо выращивать кофе. Мак растет. Мак еще не созрел. Но, надеюсь, он за этот день созреет. Кстати, мы не посмотрели, как у нас обстоят дела с силосом. Есть 353 куба силоса. И осталось 204 куба травы. А емкость бункера по миллиону. На топливном заводе есть еще 30 кубов силоса. В принципе, нормально. Туда можно пока не везти. А вот травы, на самом деле, в силосную башню я бы докинул. Причем можно довольно много ее туда закинуть. Тем более, травы у нас много. Ее не жалко. Так что, друг, 9 раз. Давай ехай. И заполняя нашу силосную башню. Я вот думаю, можно уже запускать культиватор сюда или нет. Кстати, насчет извести. Есть еще серьезный вопрос насчет извести. Сколько нам ее понадобится? Смотрите, вот на это поле 35, 36, 37 понадобится больше 70 кубов. Тут примерное значение. Но курс плей работает с перерасходом. То есть 70 кубов сюда. 103 куба на большое поле, где сейчас мак растет. И 92 куба на поле 40, 44. И плюс еще на 45-е поле. Тут немного. Тут 25 кубов. Итого получается почти 300 кубов извести нам, друзья, надо, чтобы посыпать все наши поля. У нас такого количества сейчас нету. И с одной стороны, можно, конечно, этой самой известью посыпать сейчас, например, одно поле. В следующий раз там другое поле и так далее. Но до следующего дня, скорее всего, у нас уже будет 300 кубов извести, потому что сейчас есть 150 кубов. То есть известь произведется. Соответственно, предлагаю после следующего урожая все это дело посыпать. А потом будет как минимум 3 урожая это все работать. И за это время у нас произведется на еще одну посыпку эта самая известь. Так что, в общем-то, так и поступим. Сейчас пока что у нас без извести будет все. Я вот думаю, имеет ли смысл немножко прописать скорости конвейерной ленте? Или это все-таки будет читерство уже? Если большие прицепы вроде как рассчитаны под карту, но если прописать скорость, то тут за день можно будет вот этот вот весь уголь вывести и заработать сразу много миллионов денег. С одной стороны, так себе идейка. А знаете что, товарищи, спонсоры, черканите. Что вы думаете насчет скорости вот этих вот конвейерных лент? В любом случае, они у нас работают только в тот момент, когда я работаю на полях. Когда работа на полях закончена, начинается перемотка времени. И, разумеется, вот это вот все не ждем мы. Ну, просто он реально почти целый час один прицеп загружает. Хотя, с другой стороны, ладно, пускай так и будет. Тут, кстати, камешек один произвелся, можно его закинуть. Чем бы и нет. Сдынь. Очень тяжело в эту кнопку попасть. Один камешек, да, закидываем, все хорошо. В общем-то, ладно, друзья. На этом мы эту серию закончим. Наверное, она не сильно длинной получилась. Хотя, хрен его знает, честно говоря. Тяжело об этом судить, когда не знаешь, что выйдет после монтажа. Вроде как, обо всех предприятиях позаботились. Новые предприятия запустили. Остались только вот полевые работы, по сути дела. Ну, и если что, вдруг там куда что закинуть. Это, в общем-то, не проблема. Я, в общем-то, засеиваю поля. Можете попытаться угадать в комментариях, чем же я их засею. Потому что я-то уже знаю, чем их засеять. Ну, а к следующей серии нам надо, чтобы у нас, друзья, было около миллиона ста тысяч на балансе. Может быть, пока будет уборка полей, я это все дело углем как-нибудь смогу подзаработать. Если нет, то будем продавать урожай тогда. У нас есть и пшеница, и чуть-чуть бобов. В крайнем случае, у нас куча травы. И сорга есть, который нам не сильно нужен. Точнее, нужен, конечно, для производства дизеля. Но, в общем-то, все хорошо. И канову мы еще сейчас соберем. И маку еще потом тоже соберем. Надеюсь, он сегодня созреет. Так что все нормально. Ну, и в следующий раз, друзья, у нас уже будет стройка. Да, вот так вот. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Лайки тоже ставить не забывайте. А то, что-то совсем вы обленились. Лайки не хотите ставить. И комментарий тоже что-нибудь пишите, пожалуйста. Мне будет приятно. Ну, и всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилой. Всем пока-ки. 125 тысяч с одного прицепа. Четко, как-то, честно говоря, не густо. Но да ладно. Спасибо.